На этой кухне шеф-повар папа. Погодки Денис и Ксения – лучшие помощники. Много лет назад Олег Карачун остался один с тремя детьми. Младшей тогда было всего три года. Сыновьям немногим больше. Семья для жены оказалась слишком тяжелой ношей. То, что раньше делили на двоих, мужчина научился делать сам. Плечо подставило государство. Помогло построить уютную трехкомнатную квартиру. Дети – это для меня святое, потому что все-таки… Дети – это все семья, то есть воспитание. Влаживаешь себя самого, хочешь видеть дальнейшее будущее. То, что сегодня ты в них вложишь, то ты будешь видеть. То есть как правильно вложишь, как правильно воспитаешь. Как и на огороде. Если мы садим дерево яблоню, груши у нас никак не будет. Его день расписан буквально по минутам. Ранний подъем, приготовление завтрака и обеда, сборы в школу, плетение коз. Затем к восьми на работу. На Бобруйско-Громаше наш герой – заместитель начальника механосборочного цеха. Вечером любящий папа занимается ужином, стирает, проводит время с ребятами и обязательно помогает с уроками. Папа, иди сюда проверь. Ну давай, что тут у нас? Английский? Да, я сейчас себя прочитаю, а ты послушаешь. Давай. Барбара, look at you. You, hey, look fantastic. Трое детей для отца. От рада и гордость. 18-летнего Олега редко можно застать дома. Учеба в механико-технологическом колледже занимает почти все его время. Денису 12. У парня синий-красный поезд по тэквондо и множество наград с городских турниров. Ксении 11. Девочка прекрасно учится и занимается хореографией. Отец мечтает, чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами. А его маленькая принцесса всегда оставалась такой же скромной, длинноволосой девчонкой и нашла свой путь в жизни. Папа для меня это самое большое, потому что папа очень сильный, очень любящий. И он всегда может помочь в любую ситуацию. В нашей стране уделяется большое внимание укреплению института семьи. Адресная социальная помощь, выплата пособий, льготы на строительство жилья, гибкий график для работающих родителей. С 2020-го отцам полагается еще и 14-дневный отпуск в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Наниматель обязан предоставить его по заявлению работника. При этом отдых может частично или полностью оплачиваться. А теперь у пап появился и свой праздник, особый день, когда мы говорим им «Спасибо, родной». Поздравляю своего папу с Днем Отца. Желаю крепкого здоровья, чтобы было счастья и благополучия в жизни. Хочу поздравить папу Анатолия Николаевича с праздником Днем Отца. Он очень праздник этот ждет, так как он празднуется впервые и каждый день нам об этом напоминает. Папа, поздравляю тебя с Днем Отца. Желаю счастья, здоровья и успехов. Я тебя очень люблю. Наш папа вообще самый лучший. Мы его обожаем, любим. Он сейчас далеко, скорее ждем его домой. И ждем, что он быстро вернется к нам. Любим его. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.